Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Преступный синдикат. Завершено расследование дела о многомиллионном хищении в Министерстве труда Дагестана. К ответственности привлечено 35 человек. Эстетично, свежо и комфортно. Около ста многоквартирных домов отремонтируют в этом году в Дагестане. Мошенники не дремлют, а напротив. Они придумывают все новые и новые способы обмана по сотовой связи или в соцсетях. Сто процентный приплод. Как сохраняют и приумножают поголовье овец фермера Хунзакского района, смотрите в выпуске. Завершено расследование дела о многомиллионном хищении в Министерстве труда Дагестана. По данным следствия, в 2017-2018 годах действующий тогда руководитель ведомства Расул Ибрагимов создал преступное сообщество. Туда вошли 10 должностных лиц. Они вносили в госзадание завышенные сведения о количестве обслуживаемых лиц. В результате сотрудники центров получали повышенные зарплаты. Деньги затем уже переводились участникам сообщества. Всего же за год было похищено более 82 миллионов рублей. В ходе расследования привлечено к ответственности 35 человек. Участниками сообщества добровольно возмещен ущерб в размере 32 миллионов рублей. В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Около 100 многоквартирных домов отремонтируют в 2024 году в Дагестане. На эти цели предусмотрено порядка 700 миллионов рублей. Об этом рассказал журналистом руководитель регионального фонда капитального ремонта Магомед Алиев на пресс-конференции. Это улучшит качество жизни чуть более 12 тысяч жителей республики. Объекты расположены во всех 10 городах Дагестана и еще два в поселке Дубки Казбековского района. Многие обращаются к фонду, мол, наш дом включает или не включает. Это все вопросы органов муниципального образования. Дагестан сперва принимает муниципалитеты от главы администрации. Они должны исходить, исходить. Самый главный критерий в каком году был построен и в каком состоянии находится дом. Были проведен капитальный ремонт когда-либо, хоть по одному какому-нибудь деду работать. В каждом муниципальном образовании есть комиссия. В прошлом же году фонд капитально отремонтировал более 150 многоэтажек. Большая работа проведена в Буйнакске. Там за счет господдержки из республиканского бюджета восстановили 23 крыши в рамках чрезвычайной ситуации из-за ливневых дождей. Правоохранительные органы республики регулярно сталкиваются с фактами мошеннических действий, когда преступники завладевают деньгами граждан с использованием средств сотовой связи. Злоумышленники оперативно придумывают все новые и новые схемы обмана. А люди доверчиво сами переводят деньги аферистам и раскрывают свои данные. Как же не стать жертвой телефонных мошенников в сюжете Тамары Самедова. Ей слово. Горький опыт. Вот что должно останавливать людей. Каждый третий в нашей республике сталкивается с различными видами мошенничества, как в соцсетях, так и в жизни. Зачастую не каждый может это определить, и поэтому для них все заканчивается плачевно. Вот и на днях стало известно о новом виде мошенничества. Псевдоразработчики умудрились создать липовое приложение Сбербанк, которое можно легко скачать в App Store. Установка его приводила к потере данных. Установка фейкового приложения предполагает не только вот персональных данных, но и вот данных вашей карты. Таким образом вы, собственно, ручно передаете мошенникам все данные, благодаря чему мошенники могут как сразу украсть все ваши средства, так и тратить эти деньги на протяжении длительного периода так, чтобы пользователь не сразу это заметил. Сбербанк рекомендует устанавливать программы только на официальных сайтах организации и в офисах. Эксперты отмечают, следует избегать тех приложений, которые запрещены на территории России, с вероятностью в 99% это будет поддельная программа. Фейковые приложения – это лишь один метод мошенников для получения доступа к вашим данным, а их бесчисленное множество. Так, теперь взламывается аккаунт в мессенджеры WhatsApp и рассылается сообщение телефонным контактом от имени владельца с просьбой одолжить денег. На эту схему появилась и 20-летняя Халимат, которая перевела неизвестным 15 тысяч рублей. Мне написала моя знакомая с просьбой одолжить ей 15 тысяч рублей, и потом она мне следом отправила, что по номеру телефона не нужно, а достаточно перейти по ссылке. Мне на счету как раз было 100 тысяч рублей, и я копила свою стипендию на ремонт комнаты, и ничего не подозревая, я перешла по той ссылке и попыталась совершить операцию. В этот момент снились не только 15 тысяч, а практически все мои деньги. У таких историй в нашей республике не один десяток. Сложность лишь в том, что вычислить телефонных мошенников практически невозможно, и возврат денег никто не может гарантировать. И порой даже сотрудники банка не в силах уследить за новыми ухищрениями злоумышленников. Но на все методы аферистов есть одно беспроигрышное действие – игнор. Не верьте рассылкам через мессенджеры и электронную почту. Очень часто подобные сообщения содержат гиперссылку, переходя по которой пользователь попадает на фальшивый сайт, внешне полностью копирующий подлинный. Или активирует вирусы, которые воруют пароли к банковским картам. Никому не сообщайте свои персональные личные данные и реквизиты карты, CVC-код, CVV-код на обратной стороне карты, пароли из СМС-сообщений и пин-коды. Не следует перезванивать и направлять сообщения на незнакомые номера. Звонить следует по официальным номерам банка, набрав их номер вручную. Интегрировать в легенда обман на актуальную повестку – еще один популярный прием у мошенников сейчас. Социальные выплаты военнослужащим, списание средств на нужды СВО и помощь для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Такая информация вызывает доверие у людей и чаще всего они самостоятельно совершают переводы. Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенников, или вы заметили, что в отношении вас планируются противоправные действия, то незамедлительно обращайтесь в полицию. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Шамиль Хирея Сулаев. Новости ННТ, Махачкала. Овцеводческие хозяйства в Дагестане активно работают. Развитие отрасли дает возможность увеличивать объемы производства и поставлять на рынок шерсть, молоко, мясо и даже сыр. Сейчас же у животноводов в разгаре окотная кампания. Накануне специалисты Министерства хозпрода республики побывали на одном из хозяйств Хунзакского района. Как сохраняют и приумножают поголовье местные фермеры, узнавала и Салья Магомедова. Ей слово. В этом году много двойняшек, да и приплод стопроцентный. Зимовка овец прошла хорошо, вот и результаты благоприятные, говорят местные фермеры. Маточное поголовье в хозяйстве достигает около пяти тысяч. Результаты очень хорошие, мы очень рады с нашими овцеводами. Зима была в этом году благоприятная. Использовать даже тот страховой запас, который у нас был в наших хозяйствах, использовать его не пришлось. Очень хорошая сохранность. Как все поголовья окатятся, у фермеров начинается новый этап – перегон зимних пастбищ на летние. Процесс этот не менее важный и ответственный. Племенные работы тоже проводим, беркуем, хвост режем. Через 10-15 дней ее стрижку, как стрижку купаем, уколы и сразу мы трогаемся. Потом болезнь начинается, и то начинается. Всю зиму животноводы провели в Баба-Юртовской зоне отгонного животноводства. Холодный сезон, условия здесь лучше. Это одно из ведущих племенных хозяйств Дагестана. Постоянный участник различных всероссийских конкурсов и форумов. Здесь каждый сотрудник ощущает свою причастность к развитию отрасли. Вот и Магомед Расул Хайбулаев, получив высшее образование, сделал выбор в пользу важной для республики профессии. Уже 8 лет он работает в кооперативе «Чабаном». Отец мой где-то 40 лет работал, и в данный момент тоже работает. Один день приехал сюда помочь им, и с тех пор как-то получилось. Так и работаю здесь. Успокойствие, если честно, смотря на животных, на эту окружающую среду, природу, все это, как-то спокойствие на душе тоже. В целом в республике окотная кампания проходит успешно, говорят специалисты. Предварительные результаты хорошие, сохранность ягнят высокая. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Хунзахский район. В Херсонской области жители, которые находятся за чертой бедности, получили продуктовые наборы от фонда Инсан. Волонтеры благотворительной организации на местах закупили и доставили продовольственные товары старикам, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям. Также жителям были розданы и выпуски газеты «Ассалам». В Херсонской области и в других районах освобожденных территорий проживает огромное количество малоимущих. Благотворительный фонд Инсан оказывает им всяческую помощь и поддержку. Старичные дюдоисты показали лучший результат на чемпионате Дагестана. Турнир прошел в Махачкале. На татаме в спорткомплексе при стадионе «Труд» вышли около 130 спортсменов. Они вели борьбу не только за награды первенства, но и разыгрывали путевки на окружные соревнования, которые пройдут в мае в Грозном. По итогам турнира на счету хозяев татами оказалось 6 золотых наград из 6 возможных. В пяти категориях лучшими были представители спортшколы имени Газимагомеда Ахмедова. Субтитры создавал DimaTorzok